Напомню, изменения в проект бюджета предусматривают перераспределение почти 500 миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилья, а также 181 миллион рублей направят на реализацию федерального проекта «Чистая вода», реконструкцию станции, обеззараживание воды в Киржаче и водопроводной сети в городе Петушки. А благодаря выделению из федерального бюджета более 800 миллионов рублей на строительство Рпенского проезда, такая же сумма высвобождается в региональном бюджете. Часть денег законопроектам предлагается направить на ремонт муниципальных дорог, а депутаты предложили направить на эти цели еще 300 миллионов рублей дополнительно. К сожалению, этой весной картина с местными дорогами удручает. Мы привыкли к тому, что весной обычно дороги у нас находятся в неприглядном состоянии, но в этот раз картина совсем плохая. В связи с этим депутаты решили помочь муниципалитетам направить средства дополнительно туда. Депутаты уверены, такая помощь муниципалитетам позволит решить дорожную проблему. Их поддержали руководители нескольких муниципалитетов, присутствовавшие на заседании ЗС. В частности, глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов в обращении к парламентариям отметил, что финансовая помощь из столицы региона позволит решить в городе проблемы, возникшие за предыдущие два года, когда субсидий хватало лишь на ямочный ремонт. Естественно, жители городов и жители районов ждут эти средства, ждут, чтобы как можно быстрее мы завершили все конкурсные процедуры, чтобы определили подрядчиков и проводили ремонт уже сейчас весной, ну и соответственно в начале лета. Ни в коем случае нельзя оставлять это на осень. Кроме выделения средств на дороге, законопроект предусматривает выделение 24 миллионов рублей на создание новых точек притяжения туристов в муниципалитетах и 15 миллионов туристическому информационному центру. По итогам заседания все изменения в областной бюджет были приняты.